Это видео предназначено для всех женатых мусульманских мужчин, у которых есть проблемы в отношениях. Ваш брак или браки с женой или женами трещит по швам? Вы не испытываете счастье, вспахивая свое поле? Управление собственностью вашей жены приносит больше проблем, чем выгоды. Я полагаю, это потому, что вы слишком далеко отклонились от примера Мухаммеда и священного исламского закона. Поэтому, чтобы помочь, я представляю вам пять шагов к счастливому мусульманскому браку. Шаг первый. Женись на молодой. Нет, младше. Младше. Еще младше. Мусульманские источники неоднократно заявляют, что Мухаммед имел половые контакты с Аишей, когда ей было 9 лет. Она постоянно описывается такими словами, как «молодая», «незрелая» и «предпубертатная». И мы знаем, что она играла с куклами, когда ее привели в дом Мухаммеда. Но некоторые из вас, мусульмане, могут колебаться. Вы знаете, что для вас и Мухаммеда существуют разные стандарты. Вы читали Аль-Куртуби и увидели, что Мухаммед получил определенные сексуальные привилегии, которых нет у других мусульманских мужчин. Например, если Мухаммед хотел другую женщину, ее муж должен был развестись с ней. Кроме того, у Мухаммеда было множество жен, в отличие от других мусульманских мужчин, которые ограничены четырьмя единовременно. Однако, если вы сомневаетесь, применимо ли привилегия жениться на молодой девушке только к Мухаммеду, позвольте мне задать вам вопрос, который Мухаммед однажды задал одному из своих спутников. Джабир сказал, посланник Аллаха спросил меня, «О, Джабир, ты женился?» Я сказал, «Да». Он спросил, «На девушке или на той, что уже была замужем?» Я сказал, «На той, что была замужем, о посланник Аллаха». Он спросил, «Почему же не на молоденькой девушке, с которой ты мог бы играть и которая играла бы с тобой?» Ясно, что только истинный пророк Божий задаст такой вопрос, «Почему бы не жениться на молодой девушке, чтобы вы могли поиграть с ней?» К сожалению, Мухаммед не сказал, как вы должны играть со своими молодыми женами. Поэтому, если вам нужны идеи, я предлагаю начать с кукольного домика и посмотреть, куда это может завести. И, конечно же, по прочно устоявшемуся мнению многочисленных мусульманских комментаторов, период ожидания в суре 65-4, где говорится об условиях развода, если брак завершен, что также применимо к неполовозрелым девушкам. Ибн Кассир говорит нам, что период ожидания для старых тот же, что и для молодых, которые еще не достигли возраста менструации. А Маудуди радостно заявляет, что Коран допускает как браки, так и половые контакты с неполовозрелыми девушками. Так что, мусульманские мужчины, ваш пророк и ваш бог, как будто между ними есть существенная разница, допускают вступление в брак с детьми. Так что иди, выполняй шаг первый, женись на молодой. Это обязательно добавит дополнительную динамику в ваши другие неудачные браки. Кто знает, вашим другим женам может понравиться нянчиться. Шаг второй. Используйте ваши супружеские права. Помните, в развращенном руководстве священного исламского закона сказано, что мужчина имеет полные сексуальные права на женщину, и она не должна отказываться. В соответствии с тем, что Мухаммед сказал в хадисе, положение, которое следует соблюдать прежде всего, это те, которые предоставляют вам право пользоваться женскими интимными местами. Кроме того, исламский закон гласит, что мужчинам не нужно поддерживать своих жен, если женщины не смогли продержаться до конца своей секс-сделки. Но поскольку у мужчины может быть несколько жен, он может отказаться от секса с ними. Однако ни при каких обстоятельствах отказ мужчины от секса с женами не означает, что жены могут отказаться от секса с мужем. Если жена отказывается заниматься сексом, это является бунтом согласно исламскому праву, и у нас есть решение этой проблемы. Шаг третий. Бей их. Это неподробное руководство по тому, как побить свою жену. Я не очень разбираюсь в этой теме. Так что я собираюсь оставить это мусульманским ученым. Я уверен, что точно так же, как есть техника качания бейсбольной биты или клюшки для гольфа. Здесь тоже есть своя техника. Конечно, вы не сможете просто подойти к базе и начать беспорядочно размахивать женобитной клюшкой. Как вы держите клюшку и как быстро ее размахиваете? Или может быть это избиение голыми руками? Или может быть использовать боксерские перчатки? Кто знает. Но, к счастью, есть несколько очень полезных видео на YouTube с авторитетами из религии «Избиение жены», чтобы помочь ответить на некоторые из этих вопросов. Но для наших целей, когда мы думаем о физическом наказании, возможно, первое, что приходит на ум, это шлепание ребенка. Это работает особенно хорошо, так как в соответствии с исламским законом ваша жена может быть ребенком. Однако применимо ли физическое наказание при том неудачном стечении обстоятельств, если ваша жена – взрослый человек? Конечно. Аллах разъясняет. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Но как узнать, когда именно ты можешь побить ее? Каждый раз, когда она бунтует, это включает в себя все, например, выход из дома без разрешения или отказ от секса с мужем. Обратите внимание, как исламский закон очень старательно следит за этими сексуальными интересами мужчин, точно так же, как Аллах в мусульманском раю, где он приготовил для них большегрудных девственниц. Но ты не хочешь дать до рая. Ты хочешь все и сейчас. Ты пытался применить второй шаг, использовать свои супружеские права, но твоя жена отказалась провести с тобой ночь. Итак, ты побил ее. Шаг третий. Ты устроил суровую взбучку и ударил ее несколько раз, но крови не было и кости не сломаны. Таким образом, вы находитесь в рамках законов шариата, которые проясняют то, что Аллах оставил чрезвычайно расплывчатым в Коране. Но теперь, когда вы применили третий шаг, она определенно не в настроении давать вам эти супружеские права. Два варианта. Во-первых, вы можете угрожать ей точно так же, как Мухаммед и Аллах, которые на удивление снова кажутся одним и тем же человеком. Ангелы также обеспокоены сексуальным благополучием мусульманских мужчин. Если женщина отказывается от секса, ангелы будут проклинать ее до утра. Не совсем ясно, что это означает. Другими словами, хорошо, допустим, ангелы проклянут ее. И что тогда? Возможно, вам придется немного им помочь. Можно предположить, что из-за проклятия у вашей жены не будет вечеринки по случаю десятого дня рождения, или в местном магазине игрушек не будет кукольных аксессуаров. Я не знаю, придумайте что-нибудь. Убедить ребенка не так уж и сложно. Но если это не сработает, у Аллаха есть другой вариант. Преступление для человека не воспринимать права Аллаха Всевышнего и его команды всерьез. Если не можете воспользоваться супружескими правами, помните, Аллах разрешил вам заниматься сексом с вашими женами и рабынями. Повторим, шаг второй наделяет мусульманских мужчин супружескими правами. Если ваша жена не подчиняется, бейте и угрожайте ей. И не забывайте всегда держать несколько секс-рабынь на стороне на случай крайней необходимости. Шаг четвертый. Обрезать и покрыть. Мухаммед одобрил обрезание девочек. В хадисах он был столь же расплывчатым, как Аллах в Коране. Таким образом, мы обнаруживаем в исламском законодательстве разногласия относительно того, требуется ли это или рекомендуется. И как много от интимного органа девочки следует обрезать. И как известно, перевод книги «Опора путешественника» намеренно вводит в заблуждение. Раздел И-4-3 гласит, что обрезание обязательно для женщин путем удаления клитора. Ханболиты и ханафиты не сходятся во мнении. Польза для здоровья этой процедуры для девочек и женщин может быть описана следующим образом. Эта процедура не приносит пользы для здоровья девушек и женщин. Процедуры могут вызвать серьезные проблемы с кровотечением, мочеиспусканием, кисты, инфекцией, осложнением при родах и повышенный риск смерти новорожденных. Я предполагаю, что Мухаммед со всеми его научными знаниями просто не мог понять это. Это нарушение человеческих прав девушек и женщин. Конечно, можно поспорить, является ли это нарушением прав женщин в исламе, так как вы не можете нарушить то, чего у вас никогда не было. Покрытие сохранит эти вещи в тайне, как сказал Умар. Сообщается, что Умар сказал, «Мои желания совпали с волей моего Господа в трех случаях». Расскажи втором случае, Умар. Что касается аята «Покрывали», то однажды я сказал, «О посланник Аллаха, не повелишь ли ты прикрываться твоим женам, ведь с ними разговаривают и благочестивые, и порочные, и бла-бла-бла». Таким образом, источник стиха «Покрови женщин» был раскрыт. Все, что нужно было сделать Умару, это бросить четвертак в торговый автомат стихов Мухаммеда из Корана и вытащить откровение Аллаха о «Покрови женщин». Несмотря на произвольный и корыстный способ появления этого стиха, мусульмане не должны упускать из виду его важность. В том маловероятном случае, когда ваша жена полностью исцелится от обрезания и на самом деле испытывает желание выйти из дома, нога та женщина, которую ей запрещено раскрывать. В школе Шафии различается в зависимости от различных обстоятельств. Когда она вне дома, на улице, это относится ко всему телу. И если вашей жене не нравится быть завернутой в мешок, ей не разрешают выходить из дома без вашего разрешения. Во всяком случае, кого это волнует? Теперь приступите к осуществлению этих четырех шагов на практике. И я уверен, что вы скоро получите здоровый, счастливый, полноценный брак или браки. Но если шаги с первого по четвертый не привели к желаемому результату, нет проблем. Шаг пятый. Относитесь к женщинам так же, как Умар Аллах и Мухаммед. Умар сказал, «Мои желания совпали с волей моего Господа в трех случаях». Расскажи о третьем, Умар. Третий случай связан с тем, что однажды жены пророка объединились против него. Зачем же им это делать? И я сказал им, «Если он разведется с вами, то, может быть, его Господь даст ему взамен вас, жен лучше вас». Таким образом появился стих. И вот, Сура 66, стих Умара. «Если он разведется с вами, то, может быть, его Господь даст ему взамен вас, жен лучше вас». Так что, если ничего не сработает, просто разведитесь и начните все сначала. Начать сначала? Как? Начать сначала? С кем? Если вы задаете эти вопросы, вы не осознаете чудес исламского закона. Если вы дойдете до пятого шага и потерпите неудачу, вы начнете сначала с первого шага. Женитесь на молодой. Таким образом вы никогда не сможете исчерпать этот простой пятиступенчатый процесс здорового брака. Если вы терпите неудачу в первый раз, просто повторяйте один и тот же процесс снова и снова, ожидая лучшего результата. Когда я размышляю о грубой красоте исламского закона, я бесконечно благодарен за то, что Мухаммед пришел и вывел арабский мир из его прежнего века невежества, просветил их и дал им прекрасный пример для подражания, пример, который, если ему неотступно подражать, приведет к тому же результату, что и в прошлом, в течение многих лет, производя гораздо больше отсталых, неблагополучных людей, отношений и культур. Субтитры создавал DimaTorzok